Я к вам сегодня с эмоциями. Девочки, а скажите мне, пожалуйста, чьи ещё мужья мониторят шесть соцсети и бдят, что вы вдруг чего лишнего там не наделали? Девочки, я в своей жизни, в принципе, встречала очень мало людей, которые грамотно могут проанализировать и понять, о чём шла речь в каком-либо высказывании. Ещё меньше из этой категории мужчин, потому что, в принципе, мужчины и женщины мыслят по-разному. И вот они там что-то прочитают, ходят, пыхтят, как чайники, что-то там себе додумывают, и, в конце концов, решат, что ваша голова – это то самое место, на котором должны колоться орехи. Дорогие мои мужчины, вы лучше превратите жизнь своей женщины в сказку, чтобы для неё было в радость не торчать в соцсетях, а как минимум путешествовать, набираться эмоций, напитываться красотой и иже с ними. А не торчать в соцсетях с такими же барышнями, которым, внимания, можно сказать, не очень хватает, и делиться со всем миром своими какими-то эмоциями. Ну что, мои хорошие девочки, плюсики ставим в комментариях? Кто в такой ситуации, что вместо путешествий, вместо того, чтобы это... Я бы прекрасно, я могу себя развлечь. У меня вон цветочки, у меня моя работа, творческий процесс. И да, я путешествую, но эти путешествия организовывает мне моя дочь и я сама. А орехи на моей голове колятся. Ну вы поняли. Люблю вас. И ещё хотела дополнить. Мальчики, вот серьёзно! Вы вместо того... У вас других занятий нет, чтобы мониторить наши соцсети. Вам что, заняться нечем? Реализуйтесь, занимайтесь своими мальчиковскими делами. Ищите в других местах адреналин. А не вот это вот, становиться с нами на одну доску и что-то там пытаться настроить. Ни один сильный мужчина, мне так кажется, во всяком случае, не будет заниматься этой хернёй. Как-то так.